всем привет сегодня видео обзор планировки и очень интересной планировки потому что эта планировка предназначена для семьи из пяти человек ребята 5 человек и 2 кроликов и так друзья я знаю что это очень актуальный вопрос для многих потому что сейчас очень много есть семей я знаю знаю у меня у самого такая очень много больших семей трое четверо детей вот здесь вот три ребенка и каждому хочется свою собственную комнату а помимо этого еще нужен кабинет кабинет для работы потому что мы знаем что сейчас вот вроде как уже прошла пандемия вроде как бы она все еще продолжается ну короче говоря в доме должно быть место где можно уединиться сесть поработать какие-то дела свои сделать да и просто уединиться от этой оравы детей это вот прям очень важно а еще планируется что эта комната будет как гостевая для гостей которые останутся на ночь ну например это может быть мама там родители которые приехали внуков навести и заодно с ними повозиться естественно нужно мастер спальня для родителей естественно нужно большая комната общая где готовим едим общаемся диван телевизор но и все такое прочее вот эта планировка которую вы сейчас видите это попытка заказчика самостоятельно с помощью каких-то специалистов сделать значит то что хотелось бы сделать для своей семьи понятно что каждый хочет максимум удобства максимум комфортно но и в следующем красоты что не так с этим вариантом но во первых во многом нарушен масштаб этого допускать совершенно нельзя потому что как только вы нарушаете масштаб вы как бы себя обманываете что вроде бы вот все войдет и на самом деле ничего не войдет но отдавать гардероб да то есть смотрите вот шкафы они шкафы стандартные глубиной 60 сантиметров а здесь нарисовано ну сантиметров 40 соответственно вы как бы себя немножко обманываете да далее вот здесь смотрите раковина вот смотрите какая она очень маленькая и вот есть унитаз то есть да то есть во первых они прижаты вплотную друг другу как этим пользоваться садиться на унитаз как вот ну ну не очень удобно точнее совсем не удобно а в маленькой раковине вот в такой которая здесь нарисована она вот такая вот то есть неудобно мыть руки но и даже обувь в ней мыть не очень удобно хотя кто-то не согласится скажет да нет у меня стоит я этим пользуюсь но все-таки когда можно сделать удобней нужно делать удобней дальше открывания дверей то есть смотрите вот если все двери открыть вот допустим сюда зашла семья из человек да вот ну то есть вот например вот семья из пяти человек да вот которых я нарисовал значит здесь получается что если они все заходят одновременно они они же начинают двери открывать правильно там в гардеробную заходить там закрывать входную дверь вот они все открываются они просто запутаются в этих дверях кто-нибудь обязательно в лоб получит это прям понятно поэтому так делать нельзя дальше идем по коридору у нас длинный коридор с ним кстати тоже нужно что-то сделать потому что вот эту длинную колбасу нужно как-то от нее уходить и ну стараться по крайней мере всяческими приемами и способами и вот эти открывания то есть вот когда дети будут выбегать из комнаты то есть рано или поздно это дверь может в лоб кому-нибудь конечно прилететь вот это вот место очень странное с дверями вот обратите внимание вот мы их начинаем открывать и они друг об друга начинают стучаться то есть вот здесь вот ручка об ручку ручка дверь то есть ну даже если никому в лоб не прилетит и слава богу что не прилетит то одна дверь будет ударять от другую и портить ее. Ну, то есть там появятся какие-то царапины, дыры, короче говоря, какие-то повреждения. Это тоже не очень удобно. Дальше вот мастер спальня, когда мы сюда заходим, то есть мы упираемся в стену. Это не очень хорошо, потому что мы не должны заходить на преграду. То есть ее не должно быть. Это чисто такая психологическая история. То есть нам некомфортно заходить прямо вот и упираться в стену. А здесь эта стена, но и опять гардероб вот с этими узкими шкафами. Это очень неудобно. То есть плечики нужно вешать так, и шкаф должен быть глубиной 60 сантиметров. Ну и дальше, когда мы поворачиваем, мы не должны заходить на изголовье, потому что некомфортно, допустим, кто-то здесь спит, кто-то ходит, и вот вроде ты уже видишь, что кто-то ходит. Нужно ее, конечно, перевернуть изголовье в ту сторону. Кухня-гостиная у нас осталась. Вот если здесь посмотреть, что происходит, то есть смотрите, вот окно мы поделили на две части. Получается, что вот это кабинет, и вроде логично, и остается гостиная с диваном и кухня со столом. На мой взгляд, это неправильно, потому что в кабинете, если мы сидим, то понятно, свет это хорошо. Но с другой стороны, мы раз пришли в кабинет, то мы работаем, мы смотрим в монитор. Поэтому что в окно-то пялится? Пришел, поработал, письмо отправил и вышел оттуда. А вот в гостиной мы проводим максимально много времени с семьей, с женой, с друзьями. Поэтому вот дневной свет вот этот вот, который льется из окна, он очень важен. Поэтому окно нужно открывать максимально широко. А здесь смотрите, что происходит. То есть стол обеденный, да, где мы сидим, гостей собираем, общаемся и хотим чувствовать себя комфортно, он всегда в тени. Потому что вот от окна, да, вот, вот, то есть вот эта зона вся в тени. Это плохо. То есть мы сидим за столом и света белого не видим, да. То есть вот у нас кухня максимально далеко от окна в этом варианте. И она все время в тени. То есть это тоже плохо. Хотя она здесь большая. Это плюс как раз таки. Но вот эта часть в тени, кухня далеко, мало окна в гостиной, пространство. Ну, 5 человек, представляете, а если еще родители приехали? То есть там 6-7 человек. То есть вот это пространство, это Г-образной формы. Кстати говоря, на дизайн это тоже очень плохо влияет. Когда вот эта вот вся непонятная вот изогнутая рубленая форма, то есть как в дизайне оформлять, это большой вопрос. Потому что композиция-то ломается. Вот. Лучше прямоугольные понятные пространства. Вот. Ну и соответственно вот эти ребята обратились ко мне с просьбой сделать для них планировку, придумать. И сейчас я покажу, что у меня получилось. Вот. Но прежде хочу сказать, что вы, дорогие зрители, тоже можете ко мне обращаться, чтобы я сделал для вас планировку. Это стоит совершенно недорого, совершенно небольших денег. Но какой комфорт вы при этом получаете, сколько плюсов, сценарий жизни продуманный, расположение вещей, продумывание, где что будет храниться. А самое главное, что по итогу это все будет красиво. Поэтому обращайтесь, пишите либо в директ, в инстаграм, либо сюда в комментарии. Я буду вам отвечать. Ну и с удовольствием делать разбор планировки, делать для вас эскиз планировки. Ну а сейчас я вам покажу, что получилось. Здесь вот у нас портрет заказчика. Вот два кролика тоже про них не забываем. Значит, начну с прихожей. То есть вот та планировка, которая у меня родилась. В общем-то, больших изменений вроде бы здесь не наблюдается, но они есть. Вроде незаметно. И вроде бы, что тут сложного, но с другой стороны, это, конечно же, кардинально меняет сценарий поведения жителей этой квартиры, гостей. Ну и как итог, дает совершенно другой уровень жизни. Начну с прихожей. Вот смотрите, в прихожей. Во-первых, я убрал все двери. Посмотрите. То есть я сделал два закутка, и у меня теперь две гардеробные. То есть в силу того, что прихожая сама по себе небольшая, одна гардеробная. И вот если представить, что все пять человек будут туда заходить и толкаться, то мы понимаем, что это будет тесно и неудобно. Я сделал две. Теперь у меня есть одна для родителей, и вторая есть для детей. То есть дети могут сюда забегать, а мы знаем, что дети вещи просто бросают, поэтому мы можем здесь организовать просто какие-то крючки, на которые они будут вешать куртки, бросать обувь. И, кстати говоря, мы ее из квартиры, когда будем ходить по коридору, мы ее не заметим. Потому что это все скрыто вот этой стеночкой. При этом двери делать не обязательно, это значит, никто дверью друг друга не прибьет. И согласитесь, это тоже очень важно. Знаете, ну это сейчас вы сидите, думаете, да нет, что у нас все нормально будет. Но когда дверью косяком прилетает в лоб, я вас уверяю, мало никому не покажется. Это кровища, крики, ехать в этот травмпункт никому, короче говоря, не пожелаю. Вот, поэтому здесь это исключено. Дальше, что позволило это сделать? Это позволило визуально получить вот такой вот, даже не то чтобы прихожую, а такой холл, знаете. В этом холле прямо напротив входа висит красота. То есть это фокусная точка, это может быть картина. И мы заходим, сразу смотрим, вот у нас красиво. То есть мы попадаем сразу же в красивое, правильное пространство. И сразу настроение поднимается, да. Бардака у нас нет, шкафов не видно, все хорошо. Идем дальше. Дальше у нас получается по коридору три детские. Раз, два, три. Здесь я по-другому совершенно расставил мебель. Ну, на примере одной расскажу. То есть мы заходим, у нас с одной стороны стеллаж. Это могут быть книги, игры какие-то, учебники. Ну и так далее. А напротив у нас стоит кровать над шкафом. То есть кровати приподняты. Ну, вот здесь я предложил такое решение. Можно по-другому, но мне показалось, будет важно освободить полезную площадь, потому что комнаты маленькие. А нужно же где-то гостям разместиться. Ну, вдруг пацаны в гости придут или девчонки. Надо где-то поиграть. Есть, конечно, рабочий стол. Рабочий стол поближе к окну, так в самой светлой зоне. А вот кровать, шкаф и стеллаж подальше, это так называемая неактивная зона. А вот активная она к свету. Дальше спальня родителей. Я здесь по-другому развернул всю, ну, вообще все по-другому развернул. То есть, смотрите, мы сначала заходим и попадаем в гардеробную. Почему так? Почему мы сначала заходим в шкафы? Мы вынуждены пройти дальше. Ну, во-первых, мы чувствуем простор. Во-вторых, мы идем на красоту. Здесь может быть зеркало, здесь может быть картина, что угодно. То есть, мы зашли и сразу внимание наше привлекает вот это красивое место. Во-вторых, что очень важно, когда мы идем, то есть, ну, например, родители лежат на кровати, да, а кто-то зашел, кто-то это дети. Но я знаю, у меня трое детей, я то есть знаю, как, то есть они вырываются без предупреждения. То есть, у родителей будет полторы секунды, чтобы, так сказать, перегруппироваться. Если вдруг они там гимнастикой взрослой занимаются, то, значит, у них есть полторы секунды как-то замереть, да. Вот такая компоновка, такая планировка позволяет это сделать. Ну, и здесь же кровать сразу не просматривается, то есть она как бы вот за поворотом, то есть это нормально. Дальше у нас есть ванная, но это душевая на самом деле. То есть здесь душевая, унитаз, раковина и много мест хранения, то есть крючки какие-то дополнительные. Ну, подробно останавливаться не буду, если есть какие-то вопросы у вас, то пишите в комментарии, я отвечу. Дальше у нас есть ванна, так называемая детская ванна. Здесь есть две раковины, то есть одновременно могут сразу двое детей чистить зубы и, так сказать, друг друга там подщипывать, да. Ну, всякое веселее. Есть ванна, есть унитаз. И обратите внимание, вдоль стены вот такой вот, я предлагаю всегда сделать узкий шкаф 20 см, внутри которого на самом деле очень много всего влазит. То есть рекомендую рассмотреть такой вариант хранения. То есть большие шкафы не нужны, ванны они место занимают. А вот узкий, вдоль всей стены, вот такое решение. То есть берите на вооружение. Ну, и заканчивая тема про санузлы, то есть я здесь оставил гостевой санузел. Это унитаз и раковина, то есть это для гостей. Ну, и возможно для кого-то из членов семьи, когда кому-то места не хватило, обе ванны заняты, а кому-то срочно приспичило. Вот еще одно местечко есть. Идем дальше. Дальше у нас остается гостевая комната и кабинет, собственно говоря. Посмотрите, здесь я развернул все наоборот. Во-первых, я освободил окно полностью, чтобы весь свет полностью работал на зал. В зале что? В зале есть большой диван, кресло, телевизор, есть стол. И здесь размер комнаты такой, что отдельно стол, отдельно диван и стулья вокруг стола поместить не совсем получается. Потому что, я же еще добавил сюда, посмотрите, либо комод это может быть, либо это сервант может быть с красивой посудой. Вот видите, он стоит, он же тоже сколько-то места занимает. Поэтому я диван предлагаю сделать на заказ. И здесь он трехсторонний. Вот так вот расположены спинки. Этим диваном мы можем как пользоваться? Мы можем садиться на него как на диван и смотреть телевизор. С другой стороны у него диван, но это диван-лавка. И на нее мы садимся и к столу садимся, понимаете? А с другой стороны еще есть у нас диван-лавка, чтобы смотреть в окно и наслаждаться видами из окна. Ну, это пожелание заказчиков, как сделать так, чтобы можно было сидеть и смотреть в окно, там пить кофе, например. Благодаря такой конструкции дивана я очень существенно сэкономил пространство. Просто место сэкономил. То есть мне не надо ставить стулья, мне не надо тереться о спинку дивана. А также я сэкономил деньги, потому что не надо покупать два стула. Хорошие стулья стоят, в общем-то, тоже денег. Так вот, просто мы эти деньги немножко перенаправили в диван. Ну и композиционно это будет смотреться интересно. Вот, тоже можно рассмотреть такой вариант, если у вас схожая ситуация. Дальше кухня. Кухня в нише и кухня P-образная, обратите внимание. В торце это высокие шкафы, там холодильник, посередине, кстати говоря, холодильник. Справа, слева это духовой шкаф, это кофемашина, может быть. И ничего страшного, что в этих местах они находятся над рабочей поверхностью. Поверьте, я проживал такие ситуации, был в таких кухнях. Пользоваться весьма и весьма удобно. Но за то, что в кухне получается, то она еще и с небольшим островом. Смотрите, здесь две поверхности напротив друг друга. Есть еще остров. Можно на стульчике подсесть к этому острову и с хозяйкой общаться. Можно семью привлечь детей, для того, чтобы там печенье стряпать. Да, вот с трех сторон встали вокруг острова и чем-то там занимаемся. Да, кухня остается также вдалеке от окна, но ничего не поделаешь. Здесь она привязана к стоякам. Зато стол около окна, диван около окна, окно большое, все светом заливается. И это, я считаю, гораздо лучше, чем когда раньше здесь был кабинет. А кабинет у нас сейчас занимает поменьше места. Здесь есть диван, который раскладывается, есть стеллаж вдоль стены, где стоят книги. И есть рабочий стол. Но обратите внимание, как он открывается. То есть здесь есть две раздвижные перегородки, которые можно полностью закатить за стену. Да, вот там, где диван. То есть мы закатили, и вот этот кабинет стал частью общего пространства. А когда нам надо поработать у единицы, мы закрыли эти перегородки, и у нас уже отдельный кабинет. Ну, включили там свет, и все нормально. Ну, или, например, если надо кому-то там переночевать, то есть также перегородки закрыли, там на кровати спим, все, никто никому не мешает. Но, когда никто не работает, когда там никто не живет, не спит, не отдыхает, то есть мы откатили перегородки, и это пространство начало работать на общую комнату. Я считаю, это очень важно. Важно делать пространство таким, чтобы оно могло максимально количество времени быть полезным. То есть, если это кабинет, то он работает на общую комнату, пока мы там не работаем. В общем, придумывать вот такие истории, как мы комнаты можем использовать в различных сценариях. У нас осталась зона постирочная. Вот обратите внимание, я под нее выделяю такую нишу с дверками, где стиральная машина, где корзина с бельем, где сушильная машина, где уборочный инвентарь, где вся химия. Здесь она прибрана, она не на виду, но, опять же, рядом под рукой, то есть стирать удобно. Друзья, вот такая планировка у меня получилась. Надо еще сказать, что здесь я, как обычно, подумал не только над сценарием проживания этой планировки, не только над тем, как здесь люди будут проживать свою жизнь, как они будут взаимодействовать, как они будут уединяться, то есть как они будут спать, как они будут мыться, как они будут гостей встречать. Это все я продумываю, но и с точки зрения красоты, то есть это фокусные точки, например, которые здесь я обозначил. И этот сценарий я тоже продумываю, то есть вошли, увидели красоту, идем дальше, увидели красоту. Например, она может быть в виде люстры, в виде светильника какого-то необычного над этим островом. Заходим в гостиную, мы тоже видим красоту. Например, над комодом может быть картина. Например, вокруг телевизора могут быть какие-то фотографии. Например, над столом это может быть какая-то красивущая люстра, которая еще фиксирует, обозначает это место, вот это место сбора семьи, гостей. Вот этот вот очаг семейный, знаете, ковер, да, вот это. И вообще вот это все, вот эта вот композиционная группа, вот этот вот композиционный узел, он здесь завязывается. Посмотрите, как все это нанизано на единую ось, то есть вот симметрия соблюдена. То есть какое правильное пространство получилось. То есть вот эти вещи тоже все продумываются. Ну и, конечно, в местах личного уединения, то есть в родительской спальне, то есть мы зашли, красота. В ванну зашли, опять фокусная точка в спальню, опять вот эти места, которые взгляд притягивают. Друзья, если вы хотите, чтобы я для вас тоже придумал крутую планировку, продумал ваш сценарий жизни, там, где будут храниться ваши вещи, как это в последующем сделать красиво, то пишите в комментарии, либо пишите в инстаграм. Я всем отвечу с удовольствием, разработаю для вас планировку. Это стоит совершенно небольших денег, адекватных. Я понимаю, что сейчас ситуация достаточно непростая, поэтому вот такое предложение от меня и нашей студии за совершенно понятные вменяемые деньги сделать планировку, расстановку мебели, чтобы вы более просто, легко делали свой ремонт и делали его удобно и красиво. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Да пребудет с вами муза!